Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадон. И сегодня речь пойдет о книге Юрия Роста «Кефир надо греть». Вот с таким названием. История любви, рассказанная Еленой Боннер Юрию Росту. Ну, в общем, автора, мне кажется, интервьюера в данном случае представлять совершенно нет никакой необходимости. Это известнейший фотограф-журналист. И, в общем, я могу сказать об этой книге, что в год Сахаровского юбилея это настоящий подарок всем тем, кто ценит наследие Андрея Дмитриевича и хочет видеть за ним не только его Нобелевскую премию, его атомные работы, его масштаб, значение, депутатство, да все что угодно, но живого человека, который просто своей жизнью, примером своей жизни как-то освещает наш дальнейший путь, как-то дает нам какие-то ценные указания, собственно, с кого делать жизнь и как противостоять системе, которой невозможно противостоять. Напоминаю, что все хваленое диссидентство. Это была безнадежная борьба одиночек, которых даже с муравьями сравнивать нельзя. То есть это песчинки мельчайшие, да, и гигантского колосса одной шестой части суши, который всем своим авторитетом, ну, посмотрите, мы же мощные, мы же великие, мы величайшие, мы громаднейшие, давил этим гигантским авторитетом не только на эти песчинки, но на их окружение, ближнее и дальнее, на все население Советского Союза и на все население мира, потому что не считаться с этими достижениями, с этим авторитетом было невозможно. И вот именно этой системе, которая сотворила много хорошего, много плохого и много откровенно страшного и противостоял отчасти Андрей Дмитриевич Сахаров, но речь идет не о его диссидентстве. В этой книге речь идет о нем как о человеке. И все те 25 дней, 36 часов аудиозаписи, 24 кассеты, 650 страниц ошифровки этих аудиозаписей, которые дотошно перечисляются в аннотации, они посвящены как раз тому, как вел себя этот человек в жизни, в быту, что для него личностно, глубинно являлись, чем для него являлись те поступки и те громкие заявления, которые можно прочитать. У меня, конечно, с этой книгой личная история, как вы уже догадались. То есть, саму Елену Георгиевну я видел один раз в жизни. Это было почти 20 лет назад. Это был Сахаровский центр, естественно, где же еще, так называемая сахарница прекрасная. С той воды утекло море воды, и с тех дней прошло очень много всего. Все изменилось, но ее, конечно, уже давно нет с нами. Андрей Дмитриевич, я, конечно, не видел никогда в жизни. Я был еще ребенком, когда он завершал свой жизненный путь. Но я хочу сказать, что вот с Еленой Георгиевной я, конечно, не говорил. Я просто, что называется, постоял рядом, посмотрел, вот, только-только начинал вот это. А привело меня туда то, что книги продавались. В тот момент как раз начинало выходить собрание произведений Андрея Дмитриевича Сахарова, аж в восьми томах в родном издательстве «Время». Ну, просто было это, как вы понимаете, почти два десятка лет назад, и поэтому слегка эта история уже отошла в прошлое. Три тома воспоминаний, три тома дневников Андрея Дмитриевича и два тома «Тревога и надежда». Назывались это, под этим же названием выходили сборники его публицистики раньше, да, но вот два тома – это наиболее полное собрание, значит, его публицистики. Дневники авторства было проставлено Сахаров-Боннер, потому что это их совместные дневники. Они действительно разделили не только быт, тяготы, значит, какие-то радости семейной жизни, да, но и, так скажем, идеологически и творчески биографию Сахарова как деятеля общественного, как философа, как мыслителя, как политика. Тому, казалось, противостоял весь свет, потому что, ну, если честно, это на бытовом плане очень прихотливая история. Сахарова было почти 50, насколько я помню, если я правильно запомню возраст, но около того, значит, он овдовел, его супруга Клавдия Алексеевна умерла от рака, и у него остались взрослые дети, двое взрослых дочерей и 12-летний сын Дмитрий, которому, соответственно, мачеха тоже можете себе представить. То есть все это очень сложная история. Елена Георгиевна тоже была к тому времени, значит, имела двоих взрослых детей, и, в общем, эта история, она так вот не должна была сложиться. Однако в натяж, вот смотрите, вот какая-то душевная внутренняя близость, она оказалась важнее любых житейских обстоятельств, ну, во всем этом коротенько вы можете в предисловии прочитать. Я, собственно, читаю его и вспомнил все это, потому что как-то я это в голове всего этого не держал. Для меня вообще это было в новинку думать о Сахарове, вот так вот, как о живом человеке, с его вот этими особыми семейными обстоятельствами, допустим. Вот. Однако, когда мы перечитываем сейчас, а Сахарова надо перечитывать регулярно, потому что это великий человек, и он действительно великий мыслитель, но он какие-то вещи оставил, которые пригодятся не только 21 веку, но и 22 и далее, да. И я сейчас вовсе не имею в виду атомную физику или что-то, что-нибудь подобное. Я имею в виду его взгляды на общество, взгляды на человека, на его миссию в этом мире. Я не имею в виду его подвиг диссидента, хотя подвиг его есть, подвиг его был. И если читать отрывки из дневника о его принудительном лечении, о его ссылке, об издевательствах, которые над ним и над его семьей творились, это совершенно мучительное чтение, потому что это чудовищно. Если мы подзабыли, что это такое, так надо бы вспомнить, иначе государство опять примется за старое. Несомненно, государство, оно же неразумно, оно же будет защищать неведомо что, вопреки здравому смыслу. Вот для того и нужны такие общественные деятели, чтобы здравый смысл ставить во главу угла, чтобы люди перестали терпеть это как нечто само собой разумеющееся. И притеснение, лишение прав свободы, притеснение свободы слова, и цензуры, и все остальное. Типа, ну это же все надо, чтобы сохранять общественный порядок, чтобы общее благо было достигалось, чтобы мы двигались дальше. Ну, это, мягко говоря, не так. Мягко говоря. Ну вот, понимаете, я хотелось бы сказать о нем как о личности, как о человеке, о котором действительно могла рассказать Елена Георгиевна. И я пару цитат вам приведу. Вауреат Мир дают премию в Норвегии, все остальное в Швеции. Их там много, вауреатов. А здесь был один, и всегда эта традиция вауреат живет в гранд-отеле, в этом номере. Ну, и я жила в этом номере, как будто заправдочный вауреат. Все мои друзья тоже жили в этом отеле в разных номерах. Там шведский стол, все вместе обычно завтракали приблизительно в одно время. А в это время Андрюша, Рэма и ряд наших друзей были в Вильнюсе, стояли около суда, мерзли на улице, судили Сережу Ковалева в эти же дни. Прямо в то время, когда вы купались в роскоши, да, а я купалась в роскоши на одном из обедов. Вот так вот это воспринималось, понимаете? То есть это немножко не то, что это нам представляется. Немножко не та история, которая отдает помпезностью, вот таким вот, театральщиной. В чем надо было быть, я знал по бумажке. Я получил от темы Грэви полное расписание церемоний. Указано было, в какой момент, какой длины туалет должен быть. И я все это заготовила. И перед отъездом из Рима вечером я всех своих дам и кавалеров, которые были там, пригласила на прощальный ужин. Была пересадка в Копенгагене, я купил Андрею часы, да, но приехала в Осло. Дальше как-то рассказывать трудно, потому что мне кажется, что Нобелевская церемония, выступление, пресс-конференция, все прошло, как говорят, на высоком идейном уровне. На высоком идейном уровне. Вот как-то, понимаете, с такой легкой иронией она обо всем об этом рассказывает, да. Ну вот, или, например, семейные вещи приоткрываются, которые вообще, в принципе, за семью печатями обычно. Он считал, что когда женщина готовит, то она устает, бедная. И это очень тяжелая работа. А я всегда считал, что когда готовишь, это отдых и игра. И он очень любил смотреть, как я готовлю или шью. Я давно сказал Андрею, он очень удивился мне, а потом согласился почти сразу, что вообще-то он игрок. И вот всякая физика, математика и даже общественные проблемы – это его игра. И кухня – это тоже игра. И многое другое. Вот в таких категориях как-то это совершенно не мыслится. Или вот, например, по поводу укрепления железными полосами двери входной. Ну, возник такой хозяйственный вопрос. Полосы не нужны. Я вам сказал, однажды я пришел, у вас открыта дверь. Я говорю, закрывайте дверь, пожалуйста. На что мне Андрей Дмитриевич сказал. Но если позвонят, я же все равно открою. Дальше Юрий Рост возражает. Я говорю, но вы же спросите, кто хотя бы. Могу и не спросить, сказал он. Ну, тогда от сквозняка закрывайте. Он засмеялся и сказал, что это аргумент. Это аргумент, правильно. Кстати, значительно позже, когда Андрей был в Горьком, а я еще ездила взад-перед, я была здесь одна. Лиза уже уехала за границу. Это тоже отступление. В два часа ночи звонок в дверь. Я уже открыл и подумал, ой, ну что же я не спросила. А дверь уже двигалась на меня. Я увидела там молодую женщину. Оказалось, что это была Валерия Абрамкина и так далее. То есть принципиально не закрывали дом в дверь, в квартиру, потому что это представить себе невозможно сейчас и невозможно было представить тогда. Потому что любая провокация, она начинается с таких возможностей, когда человек так неосторожно живет. Надо сказать, что здесь в качестве иллюстрации приведены страницы вот той самой расшифровки с огромным количеством поправок. Это не поправки стилистического характера, когда человек просто, значит, хочет подправить свою устную речь, чтобы выглядеть сообразной ситуацией и так далее. В тексте полно шероховатостей. Это как раз наоборот очень живая работа с текстом, потому что здесь перед нами очень-очень откровенный портрет. Когда уже можно рассказывать практически все, что угодно про себя, когда можно действительно говорить вот о таких вещах. Да, действительно, нам очень сложно представить себе человека такого мышления, таких масштабов, для которого вот все наше житейское, мелкое, бытовое не особенно как-то важно. И нам очень хочется как раз, чтобы все, и Нобелевская церемония, с цитата которой я начал, были пышными, театральными, величественными. А в жизни она все другое. И гораздо-гораздо интереснее. О чем я, собственно говоря, ничуть не жалею. Итак, в марте 70-го Юрий Рост познакомился с Андреем Митючевичем Сахаровым. Спустя 16 лет он вернулся снова к нему, чтобы пообщаться. С этого начинается в предисловии книга. И дальше вот этот удивительный монолог, удивительный диалог, потому что на самом деле, конечно, любое интервью – это диалог. И удивительный рассказ о том живом, ну, я бы сказал, очень привлекательном персонаже, которым был Андрей Дмитриевич Сахаров, и с которым я был бы счастлив познакомиться, но, увы, не довелось. Будем читать его книги, будем читать их дневники вместе с Еленой Георгиевной, и будем читать их общественные работы и публицистику, которая предназначена ни много ни мало всему человечеству. Спасибо за внимание.